Вот и настал черед пятого участника званого ужина. Последним, доказывать свое право называться самым гостеприимным хозяином, посчастливилось мистеру Шлягеру Михаилу Михайлову. Я артист, я певец. Шлягер в переводе с французского означает популярная песня, песня с петой сердцем, и я каждую свою песню стараюсь делать популярной. Своими Шлягерами ты самая красивая, с днем рождения, будьте счастливы, моя звезда, моя отрада, назову тебя любимой. Я как раз дарю счастье и радость всем своим слушателям. Для этого Михаил использует не только сцену. Все мое свободное увлечение, хобби занимает интернет, это связь на сайте с поклонниками, на своем радио, которое я открыл, также общаюсь с своими многочисленными поклонниками и дарю им большую часть своего свободного времени. Поэтому вот у меня хобби, это сейчас общение, это зрители, это поклонники и радость встречи с ними. Вот и к гостеприимству Михаил тоже относится как истинный альтруист. Если ты уже позвал в гости того человека, которого ты хочешь видеть, то надо дать ему самое доброе, самое лучшее, чтобы он эту встречу запомнил надолго. Я стану победителем, потому что я лучший. Пятница – самый непредсказуемый день, который иногда решает все. Есть даже вероятность, что хозяин пятого вечера получит наибольшее количество баллов и свергнет лидера, который крепко занял свои позиции в турнирной таблице. Посмотрим по силам лета мистеру Шлягеру. Здравствуйте, мистер Шлягер! Здравствуйте, Саша, здравствуйте, здравствуйте, дорогой Керафевий! Здравствуйте, дорогой Керафевий! Как добрался? Спасибо, очень хорошо. И рад, что новый день дарит мне встречу с хорошим человеком. Замечательно. Я приглашаю тебя в гости. Пойдем. Пошли. Я думаю, что у Миши большая квартира, потому что он все-таки мистер Шлягер. Ну, у мистера Шлягер должна быть большая квартира. Санечка, проходи в гости. Я очень рад тебе показать свой кабинет. Угу. Как тебе, моя святая святых? Ну, вот я теперь понимаю, почему ты все-таки мистер Шлягер, а не какой-нибудь там господин или товарищ. Я бы хотел порадоваться за свои успехи, потому что уже на эстраде очень много. Ну, порадуйся. Вот, и мне приятно, что за вклад в культуру России совсем недавно меня наградили несколькими орденами, среди которых вот дорогой для меня орден во имя жизни на земле. Миш, поздравляю. Искренне поздравляю. Миш, как тебе? Как тебе смотрится-то? Ну, даже не мистер просто, я бы сказал, который министр. Насколько я поняла, в общем-то, из общения с мистером Шлягером, он поет обычные такие русские шансоны, как это сейчас называется. Я не очень люблю эту тематику, но когда человек поет от души, всем сердцем, это всегда здорово. На эстраде-то я уже давно, но только что вот сейчас как раз вышел альбом песен «Моя звезда», куда вошли мы песни мои за многие долгие годы, то, что я выпускал ранее. Вот, среди которых, кстати, песня, да, 77 песен, песня «Моя звезда, моя отрада». Сейчас моя визитная карточка. «Моя звезда, моя отрада, как хорошо с тобой рядом». И все женщины просто, просто тают. Мне кажется, что его талант, конечно же, должен быть номинирован на какие-то очень значимые номинации. Мне кажется, все стены в его квартире должны быть завешаны золотыми, платиновыми и другими дисками разной величины. Я хочу показать здесь несколько своих достижений. Эти награды – это как раз гран-при песенных фестивалей, международных фестивалей, гран-при песни года за песню «Моя мама» «Листопад. Назову тебя любимой». Награждается Михайло Михайлов. Михайло Михайлов. Михайло Михайлов. Да, да, да. Михайло. Да, Михайло Михайлов. А зараз выходит на сцену спивак из Москвы «Михайло Михайлов». Я выхожу и пою там «Назову тебя любимой, назову тебя желанной, назову тебя единственной, только будь всегда моей». Миш, ну у тебя, конечно же, очень богатая внутренняя жизнь и общественная, но меня сейчас в данном случае интересует другое – меню твоего званого ужина. Пойдем обсудим. Пойдем. Мне показалось, что Михаил готовит, но, может быть, не очень искусно. В нем это не наблюдается, но он приложит все усилия, чтобы нас удивить какими-то вот изысканными блюдами, чтобы понравиться, поскольку он слишком сильно любит себя. Дорогой мистер Шлягер, прошу вас, озвучите, пожалуйста, кулинарные хиты своего званого ужина. Александр, у меня на закуску салат по-михайловски с тунцом и сельдереем. Основное блюдо у меня – стейки «Моя звезда» на лунном камне, а десерт у меня – мороженое мистер Шлягер с печеньем и орехами. От скромности вы не умрете, мистер. А то. Дорогие друзья, мистер Шлягер Михаил Михайлов через несколько мгновений приступит к приготовлению своего званого ужина. Но перед этим я тебе должен предупредить, Миш, что у тебя есть три часа на приготовление трёх блюд. Мы обязательно уложимся. Хорошо. Очень надеюсь, что ты выполнишь своё обещание. А теперь скажи мне, пожалуйста, название блюда, которое мы приготовим первым. Салат по-михайловски с тунцом и сельдереем. Это чисто его изобретение, поскольку он у нас носит фамилию Михайлов. Человек только очень с тонким юмором может назвать сейчас салат. С тунцом и сельдереем. Тунец я люблю. Рыба очень хорошая, много содержит белка, небольшое количество жира, но с сельдереем я никогда не пробовал. Сельдерей я не люблю и выковыривать не стану. Это значит, что я буду наблюдать за тем, как другие будут закусывать. Для этого блюда предписан рецептом тунец в собственном соку консервированный, репчатый лук, помидорки черри, огурчики маринованные острые, сельдерей, майонез, украшения из выпечки и салат. Я думаю, что я займусь луком и разомну тунец, а ты, пожалуйста, порежь сельдерей и огурчики. Я не представляю себе сочетание тунца с травой. Я ел бутербродов с тунцом, мне это нравилось, но не представляю, что тунец может быть с чем-то еще, кроме как хлебом. Михаил, огурцы готовы! Санечка, спасибо тебе огромное, ты мне очень помог. Я думаю, что сейчас мы в эту миску начнем смешивать все ингредиенты нашего салата. В большой салатник выкладываем маринованные огурцы, следом сбрасываем стебли сельдерея. Добавляем красный салатный лук и размятый тунец. Заправим салат майонезом и тщательно все перемешаем. Миш, открой мне секрет. Название твоего салата, это производное от имени, фамилии или вообще третье что-то? От всего, от имени, фамилии. Я очень люблю тунец и поэтому очень хотел угостить этим блюдом своих друзей. И поэтому вот мы его с тобой сейчас и делаем. Я никогда не встречала, чтобы салат с рыбой был бы в общей какой-то такой большой какой-то салатницей. То есть это все-таки такое достаточно изысканное для закуски блюдо. Поэтому, наверное, все-таки было бы правильнее и грамотнее, а главное по этикету правильнее, конечно же, все-таки подавать порционно. Миш, скажи мне, пожалуйста, как будешь ты подавать этот салат? Я буду подавать его порционно. Я думаю, ты мне поможешь. Я тебе дам тарелочку. Тарелку я украшаю несколькими салатными листьями. А Михаил использует креманку, чтобы выложить салат красивой горкой. О, ну что, замечательно вышло, по-моему. Переходим к заключительной стадии – украшению закуски. Рядом с салатом выкладываем помидоры череп, а в довершение используем заранее приготовленные вензеля. Михаил Михайлович. Да, из выпечки, но салаты по-михаиловски. Твоя закуска готова? Готова, но таких порций у нас будет пять. Отлично. Вот такое, друзья, мы сегодня готовим музыкальное меню. Друзья мои, свою кулинарную песнь продолжает Михаил Михайлов. И сейчас на очереди основное блюдо. Основное блюдо называется «Стейки. Моя звезда на лунном камне». Это прям что-то мистика какая-то уже на лунном камне. Что за лунный камень такой, даже не представляю, что это такое. Но тут Миханя совсем загнул. Что-то, мне кажется, переборщил. Вообще не представляю, что это такое, потому что, ну, лунный камень для меня – это драгоценность, которую надо хранить и беречь. Это здорово, что стейки подаются на камни из космоса. Мне кажется, это замечательно. Михаил, скажи мне, пожалуйста, продукты, которые нам необходимы для этого блюда. Стейк из говядины, стейк из рыбы, семга, свежий лук, морковь, консервированная кукуруза, соевый соус, кетчуп, кисло-сладкий соус, сливочный с грибами и отварной рис. Говори, чем помочь. Я думаю, что помоги мне нарезать морковь, а я займусь луком. Давай. Давай.